Добрый вечер, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Разговоры по чесноку». Я ее ведущий Роман Плинсков. Сегодня у нас специальный выпуск. Сегодня наша программа приурочена к фестивалю «День первокурсника-2016», проводимый в Казанском федеральном университете. И гость моей программы Наталья Гизатульна, директор студенческого клуба КФУ. Наталья, тебе добрый вечер. Большое спасибо, что нашла время к нам прийти. Ну что ж, будем говорить сегодня о дне первокурсники. И первый вопрос, что из себя представляет данный фестиваль? Здравствуйте, Роман. День первокурсника в первую очередь это возможность студентам, первокурсникам начать свою студенческую жизнь с чего-то нового, с чего-то яркого, чтобы в конце своей учебы они могли точно сказать, что вот, у меня были праздники, у меня был каждый день как фестиваль. То есть День первокурсника для нас это в первую очередь еще и раскрытие талантов первокурсников, чтобы в дальнейшем мы смогли работать с ними на других конкурсных программах и фестивалях. А по регламенту, что именно из себя он представляет? Что по регламенту, вообще наш фестиваль идет примерно дней 10, каждый день представляются по два института, на смотр жюри, разумеется, каждый день к нам приходят наши многоуважаемые члены жюри, оценивают программы. И программа, что из себя представляет программа конкретно? Это сбор номеров со связками, то есть обычный такой концерт. Регламент в этом году, каждый год регламент отличается тематикой фестиваля, в этом году тематика фестиваля это 100 лет со дня основания ТАССР. Такая вот довольно нелегкая тема для первокурсников оказалась, но мы справляемся. Какие-то есть еще отличия явные от регламента прошлого года? И что было в прошлом году, и что в этом? Глобальных отличий нет. Единственное, наверное, это плюс для нас и для города. В этом году в КФУ появилась журналистика. Вот теперь у нас есть три направления в журналистике. Это фото, видео, отчеты и прописанные какие-то интервью и так далее. А кто будет их, получается, журить? Те же самые, что и сами концерты отсматривают или какое-то другое? Нет, у нас появилось еще два члена жюри новых в журналистике. И третий будет из основного состава жюри. Многие ребята знают, что институты поделены на некоторые группы. То есть малая группа, средняя и большая, если я не ошибаюсь. Да, да, все верно. Каким образом институты делятся на эти группы? Ну, здесь все просто по численности пришедших первокурсников. То есть даже на данный момент мы, наверное, не сможем вам точно ответить на этот вопрос. Так вот, по численности первокурсников. Только первокурсников? Только первокурсников. Но это именно на дне первокурсника? Это именно на дне первокурсника. То есть на студвесне чуть-чуть по-другому? Да, там по количеству, если я не ошибаюсь, по количеству задействованных участников фестиваля. Хорошо. Насчет распределения по расписанию. Сейчас так получилось, что некоторые институты выступают так же, как и было на студвесне этой весной. У нас получилось так, что ВМК у нас играет с психологами, журналисты у нас играют с филологами. Есть какая-то определенная жеребьевка или всегда так? Нет, определенная нет. Здесь уже зависит от самих институтов. То есть мы даем возможность институтам все-таки между собой договориться и играть с теми институтами, с которыми они сами желают. Но далее проходит жеребьевка уже по очередности выступления институтов. Здесь уже, да, жеребьевка, здесь мы ничего не можем сделать. Хорошо. А что вообще ты сама ждешь от этого фестиваля в этом году? Ой, вы знаете, у нас были предпросмотры. Уже вот всю предыдущую неделю мы отсматривали институты, смотрели, что готовы, что нет, давали свои какие-то советы вместе с режиссерской командой. Наверное, когда я приходила на эти предпросмотры, я все-таки ждала чего-то нового. Нового от первокурсников, новых идей. И действительно, я их видела. Эти новые идеи. Моя последняя фраза на последнем предпросмотре была «День первокурсника состоится». Он состоится ярко, мощно, и нам будет что показать. А вот тема не слишком ли тяжелая сто лет со дня образования ТССР? Потому что, зная Казанский федеральный университет, у нас довольно мощная такая программа идет по прибытию студентов вообще иногородних, не из Татарстана, а из других республик, регионов, даже стран. Да, тема довольно непростая, но у нас же программы делают не только сами первокурсники, естественно, под контролем и режиссерской команды, и старшекурсников, которые могут объяснить, которые дают понять, что это, как с этим работать, и создают номера. Да, и номера действительно есть, и пусть их не так много, но они есть и качественные. Поэтому первокурсникам не так сложно, наверное. Насчет старших курсов. Есть ли какая-то определенная квота? Сколько могут участвовать? Да, разумеется, у нас процентное соотношение. В номере могут задействованы быть 25% старшекурсников и 75% первокурсников. Это обязательный регламент. А другие ребята что ожидают от Дня первокурсника, даже сами первокурсники? Ну, скорее всего, ты частенько бываешь в Униксе, да? Да, конечно, каждый день работают. А проходя мимо тех ребят, кто репетирует, готовится, что-то учит, от них можно как-то по внешнему виду, даже по эмоциям понять, что он ждет от данного фестиваля? Ой, вы знаете, наверное, так сразу и не скажешь, но вот могу сказать по предпросмотрам, ребята волнуются. Да, действительно волнуются, потому что это для многих первый раз выход на такую большую сцену. Более тысячи человек в зале зрительном волнуются, но, опять же, многим тоже говорю, не волнуйтесь, расслабьтесь. Это же все-таки ваш праздник, это праздник непосредственно первокурсников. А чего они ждут? Да, наверное, ярких эмоций также ждут, и как и мы, чего-то нового, ждут от нас в первую очередь, что мы им дадим что-то новое, какую-то новую почву для размышлений, новые мастер-классы, как-то их чему-то научим. Как в целом завлекают первокурсников к участию в данном фестивале? Завлекают, хорошее слово. Ну, не будем уж говорить вербу. Ну да, вообще у нас проходит, сентябрь у нас полностью направлен на именно вовлечение первокурсников в нашу среду. Это и собрание мы представляем, и отдел культурно-массовой работы, и весь департамент, и студенческий клуб. То есть ребята уже на первых этапах в сентябре понимают, куда они хотят больше, что им нравится, куда им пойти. Далее это День открытых дверей, он у нас проходил 19 сентября в этом году. Мы приглашали наших руководителей коллективов, больших, крупных, общеуниверситетских, из институтов тоже, чтобы они рассказали немного о своих коллективах, чем они занимаются, кого они хотят видеть у себя в коллективе, что они могут дать в первую очередь. Ну и все, это, наверное, весь сентябрь заканчивается. Это школа актива, это то яркое событие, когда мы собираем первокурсников со всего университета, самых активных, самых творческих, и даем им мастер-классы. То есть это все проходит в Униксе. Показываем им, что такое Уникс, как это все работает. Учим определить их, что пятый этаж — это вход, да? Да, пятый этаж — это вход. Учим, как лучше сделать номера, показать вот за то короткое время, показать, как это все можно сделать. Ну и, естественно, продемонстрировать какие-то наши навыки, чтобы они захотели к нам приходить, потому что это, наверное, как увидишь, так уж и дальше пойдет. Вот, и также экскурсия по сценической жизни — это концертная программа, это уже именно то, где мы сами показываем себя, как работают наши режиссеры, наши руководители, наши коллективы уже устоявшиеся, наши лауреаты и каких-то международных конкурсов, и российских, и республиканских. На мгновение отличемся от Дня первокурсника. Хотелось бы узнать лично мне, скорее всего, старшим курсом, который как бы себя в культуре не проявляет, и абитуриентам, которые все равно смотрят нас и думают поступать именно к нам. Что из себя представляет студенческий клуб КФУ? Студенческий клуб — это огромная-огромная система. У нас более 90 творческих коллективов. Я ходила на все наши собрания, узнаю каждого первокурсника и тоже им рассказывала о нашем студенческом клубе. Студенческий клуб, он в себе совмещает множество направлений. То есть это и хореографическая, и музыкальная, и театральная, стемы, КВН, режиссура, видеосъемка и так далее. То есть мы развиваемся по всем направлениям. У нас есть большие коллективы, такие как хоровая капелла, сборная, инструментальная сборная, КВН. Вообще, я считаю, что КФУ славится своим КВНом. У нас есть школа КФУ, которая выпускает каждый год более 18 команд. Вот, я считаю, нам этим стоит гордиться. Кто-нибудь из состава вот этих коллективов или просто тут клуба куда-то дальше идет? Да, конечно. Много ли таких уже? Немного на данный момент, но есть такие. Яркий пример есть, это Лилия Ахмедянова. Она сидит у нас в жюри по театральному направлению STEM. Студентка Института вычислительной математики. Сейчас она учится в ГИТИСе на режиссуре, если не ошибаюсь, третий курс. Так что, наверное, все-таки КФУ дал свою почву ей для дальнейшего развития. Ну вот она сама как именно пробивалась, получается? На самом деле, Лилия пришла уже с, так сказать, с навыками, со своими. Она и до этого работала в театральном направлении, может быть, в школе или еще где-то. И пришла к нам, создала свой коллектив. Когда я была студенткой, я тоже там была, занимались вместе с ней. Действительно, Лилия дает, так сказать, хорошие уроки, хорошо преподает материал, чтобы в дальнейшем уже выступать на сцене и работать самой. Непосредственно Казанский федеральный университет, я считаю, что дал хорошую почву ей именно для создания этого коллектива. Дал возможность ей развиваться именно в этой сфере. Дал возможность попробовать себя в этом и проявить уже непосредственно на сцене, на каких-то международных конкурсах. Много ли первокурсников, которые участвуют в Дне первокурсника и в различных таких вот мероприятиях на начале учебного года, остаются дальше? Которые приходят к нам, остаются почти все. То есть первый раз, когда они приходят в свой коллектив, и они уже остаются до конца. Некоторые из них создают уже дальше свое, уходят из коллективов и создают какие-то свои творческие мастерские, творческие коллективы и так далее. Вообще я считаю, что именно привлечение первокурсников во многом зависит и от самих институтов. То есть не только от студенческого клуба, но и от институтов, от институтов, которые работают непосредственно с первокурсниками. То есть это и от культоргов, и от всей их команды, непосредственно это лежит на их плечах. Как часто задействуют первый курс вообще в других мероприятиях университетского масштаба? На самом деле, особенно первые полгода, именно посвященные первокурсникам, чтобы они поняли, как это все работает, что мы делаем. Мы привлекаем и на различные школы активов, как я рассказывала уже, и на различные концертные программы, целый фестиваль им посвящен. Первокурсников задействуют много, и на каких-то днях открытых дверей. Множество-множество таких мероприятий. А вот в институтах кто именно должен ставить программу? Что это за команда, как она набирается? Собственно, связующее звено между нами, студенческим клубом и университетом, институтами, это все-таки является культорги. Которые работают замдиректорами непосредственно. Вот это те люди, которые и нас связывают с первокурсниками, которые нам помогают объяснить им, что мы себя представляем. Ну а дальше команда как набирается? Ну, здесь у каждого свои методы. У кого-то есть целая режиссурская команда, которая работает на протяжении нескольких лет. Кто-то набирает каждый раз новую команду. Почему бы и не пригласить кого-то нового из тех же первокурсников, которые хотят, могут, рвутся, участвовать в чем-то новом. Лично твое отношение и отношение студ-клуба к тому, что если сам фестиваль, получается, программу для одного института, готовит человек, не являющийся сотрудником Казанского федерального университета или никак с ним не связанный, ну, приглашенный, допустим. Такие институты есть. Приглашают и каких-то тренеров, приглашают и режиссеров. Но все-таки в большинстве случаев у нас работает только Казанский федеральный университет. Все-таки это наши выпускники, наши студенты. Но практикуются, и что мы приглашаем кого-то. Сейчас я предлагаю поговорить больше о расписании и о том, что нас ждет, собственно, на этом фестивале. Начнем с первого дня. Первый день, 4 октября. Институт психологии и образования. Институт вычислительной математики и информационных технологий. Что ждать от этих институтов? Потому что, зная их программу на студенческой весне, ну, психологи меня вообще полностью поразили, когда у них практически всю программу парниша полностью окрашенный в золото, сидел на сцене и жевал хлеб. Что мы в этом году можем ждать от этого? Пофантазируем вот так. Ну, пофантазируем. Отчасти я уже, как говорила, я видела уже программы, и были предпросмотры. Вы знаете, мне всегда нравились оба этих института. У них есть что-то свое, своя изюминка. Конкретно вот и у психологов, как вы уже верно заметили, нестандартный подход к режиссуре, нестандартный подход к номерам. Всегда сидишь, и ты просто не знаешь, чего ожидать дальше. То ли сейчас программа закончится, то ли произойдет что-то. То ли сейчас Аскар выбежит и начнет опять танцевать в шортиках, да? Да, то ли. Вот так. То есть очень интересно, очень своеобразно. У них есть своя изюминка. Институт учредительной математики – это тот институт, который показывает всегда качественные программы. Качественные, начиная от проходок, от стемов, заканчивая номерами, видеосъемкой и так далее. То есть это, ну, в большинстве случаев, это все-таки такой гарант успеха на фестивалях. Ну, обычно, и в МИД, какие места занимает? Вот на днях первокурсника, тут весну брать не будем. На днях первокурсника, в прошлом, я вам, наверное, так не скажу, не очень помню, но вообще они занимают все-таки лидирующие позиции в большинстве случаев. В первой группе, да? Да. Хорошо, едем дальше. 5 октября, во второй день фестиваля, юридический факультет, единственный в Казанске-Федеральном, и вместе с ним играет Институт экологии и природопользования. Ой, ну, опять же, повторюсь, уже и видела, и программу, и все. Обещает, экологи обещают быть театральными, вот, как я скажу. Театральными, веселыми, студенческими. А юристы, пока даже ничего такого не могу ответить, наверное, но есть парочка номеров, которые запали в душу, и которые вот прям хочется еще раз посмотреть. Хорошо, ну, будем ждать, получается, 5 октября, юрфак. Пойдем посмотрим, будем искать эти парочки номеров, которые понравились им Наталье. Если вы узнали, что это за номер, пишите в комментариях, друзья, в нашей группе ВКонтакте. А едем дальше. 6 октября, третий день фестиваля, Институт физики, Институт международных отношений истории востоковедения. Это, по-моему, самый победный день у нас ожидается, да? Ой, это да. Это тот институт, Институт международных отношений, у которых огромнейшая команда. Это, как они сами говорят, и МАИФ, и эта семья. Большая семья, куда, где просто невероятное количество людей, первокурсников и старшекурсников, которые в этом во всем работают. Да, это будет мощно. Вот по прошлому году хотя бы финальный их номер, я не знаю, сколько было человек на сцене одновременно и в зале находилось, в процессе этого номера, но было очень мощно, очень много, очень массово целые мюзиклы они ставят. Это достойно. Ребята молодцы, развиваются, несмотря на то, что и команды меняются, кто-то остается, передает эстафетную палочку другому поколению, но всегда это очень масштабно, очень ярко и много, начиная от декораций, заканчивая коллективами. А у физфака? Ну, а у физфака, у физфака так, знаете, хорошо программа проходит, хорошо, спокойно, ровненько, очень так, ну, тоже приятно смотреть, не могу ничего по этому году сказать, вокал, вокал, будет вокал, хороший вокал. То есть они больше этим сломятся, да? Обычно я вам не скажу, чем, а вот в этом году и на предпросмотре... Я помню, ранее команда КВН Вассерман с ними любила работать. А они сейчас тоже работают, да. А, тоже до сих пор остались еще? Да, часть из них, частично остались. Хорошо, будет тоже интересно посмотреть. Следующий день, 7 октября, можно сказать, самый большой день, сразу три института, химический институт имени Бутлеров, институт математики и механики Лобачевского, высшая школа информационных технологий и информационных систем. Кем? Ой, да, по три дня стандартно. Это три института, которые играют втроем. Они всегда вместе, да? Ну, почти всегда, да. Так как по численности все-таки более-менее маленькие институты. Долгий день будет, но, тем не менее, всегда остаются и зрители в зале, досматривают все до конца. Интересно, вот у химиков, например, бывает интересная канва, именно STEM, хотя бы взять фестиваль «Студенческая весна» в этом году. Интересно, у каждого свой подход, несмотря на то, что маленький институт. Вот, работает режиссерская команда. А вот инженерный институт как себя обычно проявляет? Они просто говорили, что на фестивале «Студенческая весна» в этом году они просто поразили всех своими номерами, где они фильм с этим, как его... Я не помню, как зовут этого актера, но который наконец-таки получил Оскар. Ага, ага, поняла. Да, вот они как-то, что ли, с тенями было связано? С тенями, да-да-да-да-да. Был у них интересный номер, который прошел и на Республику дальше. Вообще, инженерный институт, я считаю, это тот институт, которого можно ставить в пример, потому что в этом году у них пришло, если не ошибаюсь, чуть больше 70 первокурсников. Ну, согласитесь, 70 первокурсников у инженерного и более полторы тысячи студентов у института экономики и финансов. Такой большой разбег, но, тем не менее, инженерный институт показывает свою программу, показывает неплохо, и на просмотрах были представлены многие направления, инструментальные и хореографические, и вокальные. Ну, состоится у них, день первокурсника состоится, и неплохо. Ну, вот у инженерного института состоится он 11 октября, немного перешагнули насчет математики и механики и ИТИСовцев. ИТИСов, я знаю, обычно Арман. Арман, до сих пор Арман. Да, вот, как-то он себя характеризует таким вот прям горным человеком, показывает это все на сцене и тянет за собой первокурсников. Ну, на самом деле это неплохо, потому что, как не старшекурсникам, тянуть за собой первокурсников, показать, как мы работаем, в чем мы работаем. Арман молодец, вот уже, не знаю, несколько лет он с нами, он составит для ИТИС. В этом году и канва основанная, стем, игра актеров. Молодцы ребята тоже успевают, главное успеть, потому что у нас заложено очень мало времени. Вот сентябрь, вроде бы только первокурсники пришли, вроде бы тут нужно все успеть, а фестиваль уже начинается вот с начала октября. Поэтому здесь главное быстро сориентироваться, набрать себе команду с первокурсников и создавать, творить. Хорошо, но вот после этого дня у нас получается пару дней выходных, 8-9 это суббота, воскресенье, и 10 октября, по-моему, самый гуманитарный день. Институт филологии и межкультурной коммуникации против Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. Да. Что ждать от этих институтов? Стандартно от Института филологии и межкультурной коммуникации это качественные-качественные постановки в фестивале. И хореография, и вокал, и стемы. Очень молодцы ребята. Даже в прошлом году прям их студенческая весна запала в душу, мне можно сказать. Молодцы, хорошо, все очень гладко, четко выстроено. Сразу видно, что работает большая команда с ребятами и показывает, как нужно это делать. Дают пример свой непосредственно им, и ребята уже дальше развиваются сами. Потому что вот у данного института далее первокурсники и остаются с нами надолго, и в коллективах, и создают что-то свое новое. По поводу бывшего журфака нынешней ИСФН? Да, по поводу бывшего журфака. Ярко молодцы, довольно, у них меняется режиссерская команда. Им ставила и Альбина Ярулина, вот в том году им ставил и Валентин Юшко. В этом году, если я не ошибаюсь, тоже Валентин ставят. Так, знаете, по-студенчески, наверное, как-то, вот, как сказать, с изюминкой по-студенчески и так немножко стильно, вот, стильно, вот это слово. Стильно по-студенчески у них все это получается. Тоже хорошие программы, советую, приходите. Нет, ну, я лично сам-то обязательно приду, чай на свой институт посмотреть, но поправлю. Насколько я знаю, ставят уже не Валентин Юшко, так как Валентин Юшко у нас будет, скорее всего, 11 октября на институте управления экономикой и финансов, а у нас же Аделия Сидикова. Аделия, да, Сидикова, она у вас является и культоргом данного института. Первый год она работает в качестве культоргана в данном институте. Надеюсь, у нее все получится, потому что работает, видно, как собирает первокурсников, видны эти репетиции. Ну, будем надеяться, что день все-таки удастся, именно такой гуманитарный. Ну, а теперь у нас, как я уже сказал, Институт управления экономикой и финансов и инженерный институт. По инженерам мы поговорили, по эконому. Кроме того, что у них есть такой замечательный человек, эксперт наших программ, особенно бывший, дневников «Студвесны», «Вагиза». Помимо него, чем еще может запомниться? Чуть позже мы покажем вам нарезку с выступлениями «Вагиза», а сейчас по институту именно. Ну, я начну с режиссерской команды. Вы правильно заметили, что Валентин теперь будет ставить на экономию в паре с «Вагизом». Может быть, кто-то еще из режиссерской команды у них появится, может, кто-то из старичков. У эконома все традиционно. Сама выпускница Институт управления экономикой и финансов. Все традиционно. Представлены все направления, начиная от видеосъемки, заканчивая хореографию вокалом, театром. Молодцы! Все отработано. То есть, есть четкие люди, которые отвечают за каждое направление. И за вокал, и за хореографию, и за театр. То есть, на экономическом все-таки я считаю, что есть вот эта эстафетная палочка, которую они передают. Нет такого, что «Ой, а нам, что нам делать, у нас нет, кому поставить вокальные номера». Нет, у них все-таки все это передается по наследству, можно так сказать. Хорошо. Ну и последний день, который будет проходить именно в КФУ в Униксе, если не ошибаюсь, это такой более технарский день у нас получился. Институт геологии и нефтегазовых технологий против Института фундаментальной медицины и биологии. Помимо того, что у геофага очень хорошая группа поддержки. Чем они могут удивить именно на сцене в этом году? Вот прям забрали слова. Хотела сказать, даже на предпросмотрах, вы не поверите, они пришли с какой-то невероятной командой поддержки. В зале сидели люди, они поддерживали их. И вы знаете, это очень большой плюс, потому что ты сидишь, и ты чувствуешь себя вот в этом процессе. Ты сам себя чувствуешь в этих номерах, ты видишь, как это все происходит, и тебе самой хочется сидеть и хлопать в ладоши, и это невероятно, то, что они делают именно с группой поддержки. А по поводу номеров тоже все хорошо, все массово, достойно. И инструментальные большие команды у них есть, и вокальные, и хореографические. Несколько хореографических постановок у них есть. Очень хорошо ребята идут в правильном направлении, я считаю. А насчет института фундаментальной медицины? Институт фундаментальной медицины, ну, это стандартно световое шоу. Стандартно так все сразу, ИФМИП, значит, это и световое шоу. Молодцы. Немножечко, наверное, стоит еще поработать. Да всем, на самом деле, стоит поработать еще. Тут неделя буквально им дана была на подготовку. Так, в принципе, молодцы. Молодцы идут, набирают новую команду, видно, что работают новые люди. И режиссерская команда, и административная группа. Смена поколений, это тоже очень хорошо. Ну, и последний день, это день филиалов на Биржан-Челнинский институт и Елабужский институт. Что от них можно ожидать? И частенько ли данные ребят с этих команд проходят уже на галоконцерт? Да, разумеется, мы приглашаем их на наши галоконцерты, как минимум один-два номера есть обязательно. Ребята показывают всегда очень яркую программу. Всегда хочется туда поехать, всегда хочется посмотреть снова. И в этом году тоже. Вот прям тоже ждем, когда мы поедем к ним в гости, посмотрим на их программы, на их фестиваль. Молодцы, несмотря на то, что мы находимся довольно не близко, но тем не менее всегда это на достойном уровне проходит. Я вот сейчас почувствовал себя уже будто на матч ТВ. Анонсируем очередной тур чемпионата России по футболу. У меня в гостях Александр Бубнов. Друзья, добрый вечер. Ну что ж, продолжим. Твое мнение мы услышали. Друзья, если вы с этим мнением согласны, не согласны, не хотите выразить свое мнение, пожалуйста, заходите в нашу группу ВКонтакте. Ссылка сейчас у вас на экране. Заходите, комментируйте, смотрите, делитесь со своими друзьями по институтам. На что больше всего обращает внимание жюри? Жюри обращает на все внимание. Все, что прописано в регламенте, на все обращают внимание. Ну, наверное, такая тенденция в первую очередь обращает внимание на идею, на мысль, на историю, которая заложена в номере. И часто сама говорю ребятам, задавайте себе вопрос, зачем вы выходите на сцену, какую историю вы хотите донести до зрителя, интересно ли будет эта история зрителю. Наверное, когда отвечаешь себе на эти вопросы, как-то легче становится и творить, и что-то менять, что-то создавать. То есть это идея, наверное. Ну и, конечно, качественность номеров, без этого никуда. На синхронность танцоров, на спетость вокалистов. Пожелания первокурсникам, которые уже готовятся выходить на большую сцену Уникса и показывать свою концертную программу. Наверное, не бояться. Получать удовольствие от того момента, когда ты выходишь на сцену. Сама была первокурсницей, сама помнит день, когда вышла первый раз на эту большую сцену. она оказалась, мне кажется, лужниками у меня. Огромной-огромной сценой, огромное количество зрителей. Не бояться. Именно поймать тот момент, когда ты первокурсник, когда ты первый раз выходишь на эту сцену. Ну и работать. Хоть это и творчество, хоть это и на таких добровольных началах, но тем не менее работать, слушать руководителей, брать что-то новое и создавать. Хорошо, большое спасибо. Ну что ж, друзья, в гостях у меня была Наталья Гизатульна, директор студенческого клуба КФУ. Большое спасибо тебе, что нашла время прийти. Можно сказать, сделать такой мини-анонс к самому дню первокурсника. Конечно, друзья, мы много о чем не поговорили здесь, но вы сами это все увидите, как живут вообще на дне первокурсника, что там за кулисами творится, что в самом зале, потому что у нас выходит новая программа, дневники первокурсника на нашем телеканале будут выходить каждый день после выступления определенных институтов. Если у нас, допустим, выходят первыми четвертого, то пятого, первый выпуск уже будет. Так что следите за новостями, смотрите обязательно и разбирайте себе и раздавайте своим друзьям. Большое спасибо еще раз, что пришло, Наталья. Еще раз вам большое спасибо за внимание, друзья. Увидимся. Это была программа «Разговор по чесноку». Я и ведущий Роман Полинсков. Как обычно, увидимся в это время в 19.15 по четвергам. Большое спасибо. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова